Дима, завтра ты поснимаешь один, я упал на памбе, у меня распухло две губы, я сейчас еду с скорой в больницу, у меня шатается зуб, у меня ушиблено колено, мне капец. Йо, ребят, травмы это неотъемлемая часть нашего спорта, мы не исключение. 2 марта Толя отправил мне голосовой, который вы слышали в начале ролика, сначала я подумал, что это глупая шутка, но это не похоже на Толина, и сирена скорой была не фейковой. Слава богу, он был в защите, тем не менее. К сожалению, я действительно упал, упал здесь, вот в этом повороте, я этого ничего не помню, потому что сразу после падения я потерял сознание, однако мне рассказали то, что у меня велик просто вылетел за красную линию, и я улетел прямиком головой в асфальт. В принципе, по шлему это видно. Меня отвезли в больницу, я действительно сразу отправил вот это сообщение Диме, и потом я опять потерял сознание. В больнице мне сделали томографию, сказали то, что все хорошо, никаких переломов нет, однако у меня было легкое сотрясение мозга, огромные гематомы по всему лицу, и еще что-то там по мелочи. В итоге все это мне зашили, и начался процесс восстановления. Долгий, нудный, с постоянными головными болями, однако он уже подошел к своему логическому завершению, и я могу вернуться на велосипед. Мое падение – это иллюстрация всем известной прописной истины. Никогда не пренебрегайте экипом. Экип – это очень важно. Мне повезло намного больше, эта малышка появилась у меня раньше, чем я упал. Буквально зимой, пару месяцев назад, очень нехило навернулся, и честно страшно представить, что бы со мной было, если бы не этот шлем. В целом старый бы мой просто разбился в хлам, как шлем Толика, и мое лицо тоже не осталось бы невредимым. Однако, получив шлем, я понял, чем это чревато. В хорошей защите чувствуешь себя намного увереннее, меньше страшно, и себя начинаешь меньше ограничивать, что может привести к самым приятным последствиям в виде отсутствия страха. Страх – это важно, и недооценивать защиту нужно местами, так как даже идеальнейший по гаджеству экип не спасет вас от серьезных травм. В принципе, небольшая предыстория к защите, то есть буквально год назад, когда мы познакомились с Димой, я катался на пампе без шлема, и вы это можете увидеть еще вот в этом старом видосе. Я считал его не нужным, и что Дима, что остальные знакомые и друзья мне говорили о том, что чувак, шлем нужен, и в принципе я никого не слушал. Просто до того момента, пока я не познакомился с одним пацанчиком, мы познакомились случайно, и он рассказал о том, что произошло с ним, когда он упал на пампе. И упал он без шлема. У него поставили шину на все верхние зубы, ему делали операцию на перегородку носа, и в принципе этот список можно продолжать еще очень долго. На самом деле, повторять мой путь ни в коем случае не надо, потому что он мог закончиться, едва начавшись. В принципе, одно падение на пампе без экипа может оборвать всю карьеру и всю нормальную жизнь. Ни в коем случае, пожалуйста, ни в коем случае не надо недооценивать его. Покупайте хороший экип и катайтесь с умом. Надеюсь, вы унесли что-то полезное для себя из этого видоса, потому что посыл нужный и правильный, увы, многие пренебрегают защитой. И в принципе это очень-очень плохо, потому что примерно 100% падений и несчастных случаев происходит тогда, когда их не ждешь. Поэтому нужно быть готовым к ним абсолютно всегда. Ну, как вы понимаете, в этом шлеме кататься больше нельзя, поэтому я заказал себе новый экипп, в принципе, более технологичный и более продвинутый, чем то, в чем я катал раньше. Поэтому скоро вы увидите меня в новой экипировке. А на этом все. Не забывайте про защиту и не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Всем пока! Пока! Ё, ребят! Друзья, что говоришь? Давай вспомним текст! Говори! Блин, пойди еще найди целые места на нем. Я с деталей пройду. Все. Очень страшно, потому что примерно 100%... Подожди, я в куртке. Улила. Точно! Кстати, да, ты знаешь, как выглядит, как не сидит какая-то? Ау! Хорошо. Пошли. Спасибо. Продолжение следует...